внимание друзья запись пошла мы с вами на канале садоводство по железову громко сказано но я вынужден именно такое название придумать по железу потому что здесь все не как у людей вот напоминаю предыдущий фильме так вот эта фотография была послана женщина которая 7 лет ждала отношения привитого привитой груши вот и ей выпускницы этими развити посоветовали чтобы ускорить плодоношение отрезать четыре нижней скелетной ветки раз два три четыре но это это 80 процентов крона мунистерии тогда заплодоносит и 4 страшные раны значит когда вот напоминаю содержание предыдущего разговора мой брат вступился за это дерево что не зарезать он уже с цветущими почками срок вышел детство но тем не менее значит подвергся оскорблением тогда он сослался на меня я тоже был подвергнут критике мне было аккуратно вот ваш брат железо не генетик какой-то металлург сейчас поймете к чему я ваш брат железо у нас шикарное образование типа куда ты лезешь в калашный ряд со свиным рывом так брат по лапке стену а потом мне вот тогда я решил так сейчас идет у меня огромный архив я продолжаю эту тему из огромного архива вот посмотрите наш уровень теперь вот почему это очень важно дело в том что вот эти так называемые генетики то есть раз я не генетик то значит они генетики логично нет это же логично вот тогда они предлагают когда дерево больное на фотографиях которые присылают женщин мужчины садоводы в надежде на помощь там умирающие листья умирающие ветки им советуют добить это умирающее дерево продолжить обрезку дальше причем находя при этом 9 разных веток лишних видов вертикальные растут ну это растут штамп должен быть видите вот это дерево не имеет права расти без штампа вот и так далее так далее то есть продолжать увесить обязательно сделать сверху чешообразную крону вот чтобы туда свет проникал то есть калечить и калечить а мы теперь будем заниматься нормальными вещами вот это другой более нет не так у них секатор пила а вот наш уровень смотрите вот это моя помощника Елена Александровна Савельевич она аспирант еще год-два и она такой же кандидат наук как те дамы ну подумаешь в Сибирячка подумаешь в Константинский университет вот и я эту фотографию использую разговор пойдет с другой дамой значит вы видите уникальную вещь которая родилась что-то не сама по себе и я рассказываю предысторию ее появления и так примерно 22 года назад хозяйка вот этого это все документально подтвердено в трех фильмах документально это не то что там допустим с рынка куплены на рынке и так далее вот значит она купила однажды у меня пять это деревня Сизай рядом по дороге пять саженцев абрикосов превратились в пять великолепных деревьев вот было сделано фильм когда они были все живы урожай такой немыслимый что в общем есть цифры в научных садах вот я помню когда из моего моих саженцев какой-то самый директор мясского института вырастил из моих саженцев манджурцев полукультурных он вырастил семена косточки там было у него написано в этом самом докладе 28-42 килограмма но это мои 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 подчеркиваю и он привел два примера другие образцы не мои нежели русские 300 грамм с дерева я не привыкли еще так и было и 500 грамм было у соседнего научного учреждения то есть не 42 килограмма а 500 грамм вот эта разница огромная и такая же разница была то есть получается что научным учреждением немыслимо вот то что было в этом саду это было примерно так пять деревьев а фотографии ой фотографии фильм живем вместе с целой толпой это семья я снимаю фильм вот ну где-то 20-30 деревьев всех пятерых потом стройка появляется дом исчезает два дерева но понимаете так бывает оказалось что дом важнее вот этих двух абрикосов остается 3 потом был еще один фильм еще один фильм и все это есть вот и вот однажды мы когда приехали это фотографии сделать когда хозяев просто не было думать вот и мы сделали эту фотографию потом мы приехали на следующий день и сняли фильм что это все правда вот мне очень нужно было документальное доказательство я их добыл ни одного человека никто не пока не скажешь что все это мистификация или фальсификация а это живой свидетель это девушка женщина аспиранта елена александр насавинич это моя совесть если бы я халтурил она бы со мной не дружила и не участвовал в совместных проектах теперь так я назвал это чудо клон серафима так почему потому что раньше это был серафим и плоды были в два раза меньше теперь так и вот значит мне пишет виктория усманова так однажды это было несколько лет вот два нет ну даты нету я не виноват поехали здравствуйте валерий константинович это очень важно я люблю умных людей особенно умные женщины посмотрела несколько раз видеоролик пара супер абрикос клон серафим ролик то есть она видна фильм у меня возникло предположение по поводу укрепления плодов на данном дереве я не хочу никого обидеть у меня кстати есть своя версия буквально космическая но это потом я не хочу никого обидеть вот так но обратите внимание на все факторы во-первых черенок для прививки был взят в вашем саду и черенок для прививки саженец был взят в моем саду но это значит черенок в моем саду то есть тут она немножко недослушала что речь шла о саженце так а эти самые а ну пишет черенок в моем саду ладно а ну неважно черенок там же я взял черенок в моем саду привил в моем саду вырастил саженец в моем саду потом он был продан так в вашем саду где расти крупноплодный абрикос и он мог иметь скрытые гены крупноплодности вот видите как скрытые гены крупноплодности она уже сама перестала и перешла так сказать чуть ли не мистика скрытые гены крупноплодности вот а недавно никитин молодой ученый сделали ему сенсацию журналисты наука по моему скрипит зубами 9 лет затворничества и он доказал что есть скрытые гены вот эти самые гены есть и и благодаря публикации в ведущем огромный крупнейшим или как сказать авторитетнейшим журнале иностранном вот он этим прославился журналисты у нас появился гений гений у нас появились раньше только наука не про это знать не хочет вот но он по крайней мере сейчас подтвердя и подтверждает то что видите как то же самое у него так стоит кроме основной маленького днк есть маленькие кусочки чуть ли не которые считали мусором вот и так далее так далее а он доказал что это не мусор а на возможности присоединяться и менять качество да в общем все что вы уже от меня слышали сотни раз вот ну так бывает значит журналисты меня не заметили во вторых то есть она считает про скрытые гены второе опыление на протяжении нескольких лет королевским абрикосом а рядом да я в этом фильме есть рядом королевский абрикос вот с такими же плодами вот так считаем дальше я же говорю мы с умножить что имеем дело также как и сперматозоид пыльца несет в себя комплекс генов попадая в женский организм не все сперматозоиды смогут оплодотворить яйцеклетку но они никуда не деваются они всасываются в женский организм и передают свои гены тут механизма нет но она отток от очевидных вещей чем дольше женщина живет с одним мужчиной тем больше на него похоже совершенно верно умница дайте поцелую виктория дальнейшем если данная женщина сменит полового партнера и родит от нее ребенка ребенка то ребенок может походить на предыдущего партнера совершенно верно именно этим обусловлено телегонии у деревьев происходит то же самое сейчас я поэтому мы все это читатели слушать и так она сказала телегонии вот она умница вы же помните что если взять вольер а там породистые суги и не дай бог туда проникнет этот самый кобелек из этих беспородных этих двортерьер вот то считайте что потомство испорчено когда даст потомство уже от этих породистого кобеля поняли да и тем не менее вот это мне кажется когда вот это утверждалось просто боялись за нашу нравственность боялись на этом акцент делать что это научный факт нет что пишет официальная наука телегония как факт имеет доказательств ну а дальше пытается наследуется плазма материальных структур т т т т все это я боюсь вам читать сейчас отключить созревание клеток определяется только материнскими генами выделяю красным ой нету на полез извините вот выделяю красным подробнее не будем а все другие современные попытки найти подтверждение феномена телегонии проваливаться не знаю вот а здесь получается во вторых поняли во вторых телегонии вот умная женщина ничего не скажет третьих чем меньше на носом дерево плодов тем они крупнее и наоборот да дело в том что именно так бывает чем меньше крупнее но на дереве было предельное количество плодов предельная и доказательства мы есть фотографии и фильмы слушаем дальше четвертых обратите внимание на состояние данного дерева вот какая умница ну представляете пять лет назад хозяйки выкопали около него септика лица ну да вот именно что а из-за этого септика и погибло одно из пяти деревьев и со слов хозяйки это дерево на протяжении 5 лет стало давать маленький вырожай а вот а ведь все нечистоты что попадает септик первые пять лет всасываются в окружающую почву и только потом сеньки септика заиливается вот плюс приствольный круг постоянно вскапывается что видно потому что там высады декоративные деревья вот так вот четвертых я хочу сказать что она видела фильм но это еще не все а главное то что именно в этот год урожай был предельный значит вот то что стало давать маленький урожай что было то было но именно в этот год урожай был предельный вот я так думаю она пишет что это дефактор дерево страдает и не может дать большое урожай и оставшиеся силы тратит на те плоды которые остались укропляя их в принципе это правильно но в данном случае не подходит в данном случае не маленький урожай укропнял еще раз урожай был предельный если данное предположение вам пригодится буду рада вот ну и главное я чем купаюсь в этих вот я безмерно благодарна за ваш вклад в развитие народного садоводства здоровья вашим близким с уважением она правильно она подчеркнула народного садоводства потому что науке я даром не нужен в моей теории не селекционное клонирование и настояние ментора не нужно даром вот это у них никогда не будет вот почему объясняю возьмите отсюда косточки вы получите вполне приличные плоды нет не дихари вот эти дамы которые научили женщину уничтожить дерево приближая плодоношение практически уничтожить четыре ветки эти же дамы утверждали цитирую их это тоже войдет когда-то в учебники как пример дикого невежества у железово смешанный сад это значит что у него из косточек вырастут только диктори . это было цитата не их они просто взяли эту цитату 100 лет недавно и повторили потому что на этом их пила и ножовка то есть ножовка и секретарь дальше этого у них познания не идут а вот это настоящий специалист виктория усманова расцеловал бы честное слово расцеловал бы вот умница где-то я с ней согласен телегония да рядом такой же знаете вы бы видели один из трех фильмов кажется второй и вот я приехал так обидно было королевский мой уже не плодоносил то есть плодоносил урожай был большой все было только он уже был пустое дерево и она показала мне вот так вот так вот так и сказала деменция ты не с вами чак теперь видели кто видел а она говорила искренне от души потому что я преподнес такой подарок ведь они продавали десятки медер всем проезжающим потому что видно было за километр это чудо сад с моими подчеркиваю бывшими саженцами вот так вот друзья на чем остановимся и так скрытые гены крупноплодности теперь переходим к главному и так мое утверждение пусть это не факт пусть это гипотеза когда-то курдюмов мой друг и мой со-автор книги мне написал река с этим прекратите вот такие вот эти самые иначе вас наука никогда не признает а я знаю она меня и так не признает потому что это оскорбление на науке это оскорбление лучше бы этого не было ведь кто-то когда-то путин там председатель совета министров или там министров сельского хозяйства или президент академии но когда грохнет кулаком посыл вашу мать вы начнете когда-то работает но не должно быть так что где-то кто-то в сарае в гараже сделал мерседес или лексус а вы все эти вы знаете что 80-е годы запорожцы по талонам нам давали за реча нам за тех самым этим выдающимся ударником труда кто-то грохнет по слову когда вода счете работает вот поняли о чем речь а речь идет о том что были ледниковые периоды были и деревья скрывали свои вот такие возможности предпочитая дать 3-5 плодов вместо одного им нужно было дать потом что максимальное потому что это были времена когда европа покрывалась льдом и хотя бы был климат как хотя бы был климат как сибири вот и надо было давать плоду больше а значит количество больше значит размером меньше и это все качество крупноплодности переходила куда вылечу переходила в скрытые гены крупноплодности вот вот здесь виктория умница но объясняю откуда они взялись именно из-за того что деревья спасались а их потомки давали уже более мелкие еще мельче еще мельче но гены крупноплодности оставались в виде тех самых мусора как называли этих журналистов они не понимают термина называли кусочки мусора генов кусочки вот это все оставалось скрыто пока никитин это все не обосновал спасибо ему вместе с никитином мы бы могли на пару заработать учитывая вот эти вот возможности нобельскую премию но боюсь его задвинут обратно потому что одиночка вот это была страшная ошибка он одиночка вот он прорвался случайно но мы остались этом свиным рылом кого снаряд нас не пустили вот это вот я хотел сказать и на этом хотел закончить вот ну а если еще раньше брать то тогда получается откуда брались вот такие вот райские плоды да они на землю попали готовыми готовыми это вариант можете смеяться вот второй вариант да селекция но не человеком а просто чем вкуснее плоды тем больше они подвергались поеданию птицами поеданию животными с чем слаще тем охотнее а значит народная природная селекция приводила к тому что эти вот вот эти вот плоды поедаясь семена из них кусочки получали приоритет при пассивах на новых местах естественный пассив вот и опять отбор опять самые вкусные поедали все разносились еще на километры потом на сотни километров вот а потом ледниковый период опять скрытый в виде и так далее ну с чем вам не это самое а металлург с вами разговаривает вот но когда официальная генетика остановилась на этом самом что здесь лишние ветки вот эти нижние и тогда все будет прекрасно вот а я еще скажу почему не так себе ведут потому что им было приказано от 50 до 90 сантиметров штамп и они это проповедуют и учат даже не понимая каким страшным последствием идет это ошибочное заблуждение потому что еще раз никогда ни одного сантиметра штампа нет на привитом дереве генетически привитому дереву выше прививки штамп не положен как они этого не поняли самое страшное они могут отличить штамп усеянцев дерево штампа одна привитом она привитом штамп не положен и вот застряла наука на этом уровне потому что именно ссылка на то что железов какой-то металлург а мы значит закончили темирязевку а у нас вот эти слова а у нас шикарное образование а главное чему их не научили слова смотреть на фотографии железова еще чего вот они живут там в мире столетней давности вот это какой-то заповедник темирязевская академия превратилась заповедник вот он тоже нужен там много красивой дорожки почему-то занимается выращиванием этих хвойников у нас все хвойников в стране не хватает вот так вот на этом я заканчиваю друзья вот такой разговор итак спасибо виктория скрытая гена крупнопольская какая умница господи боже мой а и учтите с ума сходит по одиночке вот так что если виктория усманова вот это вот написала плюс еще несколько гипотез в том числе и про телегонию которая и как мне кажется из нравственных соображений была признана это уже наукой вот растение оси пожалуйста вот собака оси пожалуйста вот а у людей не положено не положено а все-таки лучше бы люди это знали поменьше бы извините девочки трахались направо-налево я специально так я специально утрируя специально таким жаргоном говорю не просто чтобы рано вступать по отношению девочкам я так и говорю прямо так как есть чтобы девочки вот не трахались направо-налево ну разъяснять что будет дальше термины не дайте термины бывают но здесь уже эти термины вызовут тошноту не буду портить возвращаемся еще раз пусть и телегония тоже рядом королевский абрикос все друзья благодарю за внимание вот я продолжаю продолжаю извините эти самые дамы говорили как прекратите нас преследовать пожалуйста откажитесь от этой идиотской от этой идиотской совета мы ошиблись не надо было отрезать четыре дни же эскуретные ветки то уж подставили всех которые вам поверят вот и тогда я вас преследовать не буду а так уже пятый раз об этом говорю вот ну тем у меня много дело в том что здесь пойдут письма книжа письма 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 мне хватит еще на пять лет мне гадалка это еще пять лет пообещала вот так что я вам еще надоел до свидания друзья я прекращаю дозволенные речи как Таша Керезона